Перед началом официальной части, перед собравшимися выступили учащиеся среднеобразовательной школы номер 16. Я имею право на небо, я имею право на звезды, и когда время придет, я имею право стать взрослым. В работе совещания приняли участие около двухсот человек. Это главы городских и сельских поселений. Руководители органов учреждений системы профилактики, руководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без печенья родителей. А также представители образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, инспекторы по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД России Одинцовская. Вела встречу председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Одинцовского муниципального района Татьяна Одинцова. Я хочу от лица Андрея Робертовича всех поприветствовать главы Одинцовского района, поблагодарить всех, кто сегодня собрался в этом зале. Сегодня у нас представительство очень серьезное. Мы подводим итоги за 2015 год в совместной нашей деятельности. На благо вот тех детей, которые сегодня представляли весь Одинцовский район. На совещании были рассмотрены вопросы о состоянии и мерах по предупреждению безнадзорности, беспризорности правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их прав, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних, совершения преступлений и антиобщественных действий на территории Одинцовского муниципального района. В своем докладе Ольга Лемарова подвела итоги деятельности комиссии за 2015 год, а также озвучила цели и задачи на текущий. В 2015 году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Одинцовского муниципального района обслуживала 70 639 несовершеннолетних от 0 до 18 лет. Проведено 24 заседания комиссии, 2 выездные заседания, 5 координационных совещаний. По фактам выявления несовершеннолетних, ставших потерпевшими в результате преступлений против их жизни и здоровья, в 2015 году проведено 3 чрезвычайных заседания комиссии. Особое внимание уделено вопросу координации индивидуальной профилактической работы. Она осуществляется на ранней стадии профилактики семейного и детского неблагополучия. О состоянии преступности и правонарушения среди несовершеннолетних на территории Одинцовского района за 2015 год рассказала заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД России Одинцовская подполковник полиции Юлия Анисимова. В отчетном периоде 2015 года закончено расследование 39 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Как уже говорилось, отмечается снижение подростковой преступности. В 2014 году подростками было совершено 49 преступлений. Расследовано одно особо тяжкое преступление, одно тяжкое, 34 преступления средней тяжести и три преступления небольшой тяжести. Заместитель начальника управления образования Жанна Шрамко в своем докладе уделила внимание мерам по предупреждению преступлений и правонарушений среди школьников. К сожалению, преступления продолжают совершаться, но ведь ребенок не рождается ни правонарушителем, ни, конечно, преступником. И, наверное, школа должна оставаться вот тем местом, которое не должно привести ребенка, как Ольга Георгиевна сказала, к пропасти. Оно должно стать мостиком для того, чтобы ребенок прошел по этому мостику и не стал ни правонарушителем, ни преступником. А такие плоды может дать, конечно, только совместная работа. Участники заседания активно обменивались мнениями, вносили предложения по оптимизации профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних и отметили, что только благодаря слаженной работе всех надзорных органов можно достичь хороших результатов. Мила Тарасевич, Артем Момоносов, телекомпания Одинцова.